Валерий Седов Настоящий автомобильный коллапс случился сегодня утром на Северной Окружной дороге, что сразу же привело к десятибальным пробкам. Судя по тем кадрам, что у нас есть, столкнулись сразу с десяток машин. Впрочем, аварии случились не только в самом городе. Утренний день жестянщика начался в Рязани на Северной Окружной. Здесь одновременно столкнулись сразу несколько машин. Судя по всему, тех, кто столкнулся первыми, остальные, что называется, догнали. Предварительно речь может идти о десяти-двенадцати пострадавших авто. И это сразу привело к мощному затору по направлению к торговому центру «Глобус». Да и по всему городу из-за сильного снегопада и гололедицы транспорт встал в километровых пробках. На остановках не могли дождаться автобусов десятки горожан. Заблокированными оказались дороги практически во всех районах Рязани. На Московском шоссе и Приокском путепроводе, на улицах Черновицкой и Циолковского. Впрочем, неожиданности на трассах поджидали автомобилистов и в районах. Сегодня, примерно в 8 часов утра, в Рязанском районе, на 512-м километре автодороги R-132 «Золотое кольцо», произошло столкновение четырех автомобилей – Hyundai, Ford, Jelly и Renault. В результате происшествия двое пассажиров автомобиля Ford в возрасте 14 и 6 лет получили травмы. Страдавшим оказана медицинская помощь. Этот день оказался богат на столкновение. Примерно три легковушки сошлись и возле поворота на Окскую жемчужину. Водитель и пассажиры получили травмы. Во избежание похожих случаев инспекторы ГИБДД обратились к водителям. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение дистанции скоростного режима, а также рекомендует учитывать дорожные метеорологические условия во время движения. Судя по всему, именно ночной снегопад стал этаким фактором неожиданности для рязанских водителей. Понятно, что обработать нужные места реагентам по всему городу коммунальные службы просто не успели. В преддверии Международного женского дня сотрудники полиции традиционно вручают девушкам цветы. Акция такая уже стала регулярной, притом проходит как в городе, так и в регионе. Поздравляю с 8 марта. Спасибо большое. Для участковой Татьяны Букановой это утро началось не с заявления граждан, а с поздравлений от коллег. Цветы, приятные слова, хорошее настроение, в общем, обеспечено на весь день. Но все же работа есть работа. С лицами, состоящих на профилактическом учете, надзорными лицами, которые ранее отбывали срок наказания в справительных колониях. Также можно иногда сталкиваться с лицами недостившего возраста в 17 лет, подростками. Татьяна Буканова уже давно определилась, что хочет работать в полиции. Единственный вопрос, с кем именно. Три года назад пришла на должность участкового. И спустя короткий промежуток времени сразу поняла, что это ее. Общение с гражданами, помощь людям. Под присмотром Букановой участок сразу из нескольких улиц. Чкалова, Завражного, профессора Никулина, Магэс. Плюс участие в рейдах по охране общественного порядка. Но что здесь, что по своей специальности ей помогают коллеги. Были сложности, но у нас такой коллектив, к которому можно подойти, тебе помогут. То есть они всегда рады помочь, поддерживают, помогают. То есть за любовью, поддержкой, помощью к ним обращаюсь. В преддверии 8 марта сотрудники полиции сначала поздравляют женщин-коллег. А потом дарить настроение идут на улицы города. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели вас поздравить в преддверии 8 марта? Здравствуйте. Здравствуйте. Акция в преддверии 8 марта традиционная. Сотрудники полиции, участковые, обходят свой район. Здесь цель уже скорее профилактическая. В преддверии Международного женского дня сотрудникам полиции вручаются цветы во всех районах нашего города, а также в области. Дарить дамам цветы полицейские начали заранее. В ближайшие два дня эта акция станет масштабней. Поздравлять женщин, правоохранители будут во всех городах и селах Рязанской области. Холдинг РЖД объявил о продлении 50% скидки на проезд детей от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа. Специальный тариф позволит семьям с детьми сэкономить средства на организацию летнего отдыха. Такая акция от РЖД проходит уже 8 год подряд. За это время скидкой воспользовались около 18 миллионов детей. Оформить билеты по спецтарифу для поездок в летние школьные каникулы можно будет уже с 4 марта. Скидка предоставляется всем детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно. При оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные. Кроме того, проехать по специальной цене можно будет и в купейных вагонах двухэтажных поездов. Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ. В возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении. Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. До 11 марта можно приобрести у торгового центра «Премьер». Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области напоминают о добровольной сдаче оружия на возмездной основе. В настоящее время на территории Рязанской области продолжает действовать государственная программа «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015-2030 годы», предусматривающая денежную компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Как это работает, расскажем далее. В сейфе три гладкоствольных ружья и два пистолета. Если считать в деньгах, это суммарно 28 тысяч рублей. Плюс 5 тысяч еще за один гладкоствол, который убрал сотрудник Росгвардии. Чеки здесь вряд ли получишь, это все-таки не прямая продажа. Но размер вознаграждения за добровольно сданное оружие вполне сносный. С одной важной оговоркой – оружие хранилось незаконно. В каждом сейфе разные виды огнестрела. Правда, здесь мы немного схитрили. В сейфе то оружие, которое сдали на хранение. А непосредственно те ружья, которые рязанцы сдали за вознаграждение, лежат отдельно. В ячейках, которые похожи скорее на банковские. Прайз за пистолет и револьвер 6,5 тысяч за штуку. Нарезное ружье 7. Дешевле всего патроны по 15 рублей за пулю. Автоматическое оружие дороже. Вознаграждение доходит до 15 тысяч рублей. Важное дополнение. При добровольных сдаче незаконно хранящегося оружия человек освобождается от уголовной и административной ответственности. «Двенадцатая ночь» – спектакль по Шекспиру снова в репертуаре театра драмы. Спустя полвека впервые постановка по пьесе игралась на сцене рязанского драматического в 70-е. И прямо перед премьерой состоялась пресс-конференция с режиссером и актерами новой версии. Накануне этой неформальной встречи журналисты посмотрели репетицию перед премьерой и составили свое впечатление о спектакле. Потому и вопросы задавались сознанием дела. В основном все касались музыкального компонента постановки. Несколько песен, шумовые эффекты и музыкальные этюды появились в полотне повествования вовсе не случайно. «Был бы это не мюзикл, я к мюзиклу не отношусь вообще. Это была даже не музыкальная комедия. Жанна музыкальный спектакль – это спорное такое понятие лично для меня. Мы выбрали всего три песни, потому что уровень музыкантов нам не позволил сделать много». Другие интересовались сценографией и костюмами. Ведь все визуальное в этом спектакле – некая метафора. Символика цвета и формы, текстуры и композиции помогает зрителю погрузиться в нужную атмосферу и разобраться в хитросплетениях сюжета. «Мое было предложение выделить брата с сестрой и сделать их просто вот такими яркими цветовыми акцентами. А все остальные, они должны, в общем-то, работать на них, поскольку, ну, вроде красная линия всего этого спектакля – это история того, как судьба сначала развела брата с сестрой, потом она их свела». Представили на встрече нового артиста театра Вячеслава Мельника, который стал сценическим братом известной в среде рязанских театралов Марии Кононеренко. По их признанию, в этом спектакле роли претерпевают постоянное изменение и поиск в ходе репетиций. Это интересно и одновременно сложно. Посмотреть, что получилось у творческой команды драматического, уже можно. Премьера состоялась. Следите за афишами. Икра и рыба Камчатская снова в Рязани, возле торгового центра «Премьер». Полюбившаяся всем рязанцам продукция за свежесть, качество и превосходный вкус. Каждый месяц в нашем городе. И вот снова, накануне 8 марта, возможность приобрести деликатесы. В конце зимы потребность организма в витаминах и микроэлементах особенно высока. Не случайно в медицине существует такое понятие, как весенний авитаминоз. К тому же погода благоприятствует развитию ОРВИ и простуд. Поддержать здоровье сейчас – необходимость. Начать рекомендуется с питания. А морепродукты, как известно, важнейший компонент любого рациона. Какую рыбку любите? Всякую. Хорошую. Хорошую, да. А за что? Почему морепродукты любите? А почему? Витамин? Витамин. Белок. Белок, да. Там и микроэлементы есть. Омега-3, омега-6. Так что и белок. Все. Там полная, можно сказать, таблица Менделеева. Кстати, рыбу можно и тем, кто соблюдает диету. Разрешается употреблять рыбу и морепродукты и тем, кто соблюдает Великий пост. Остается лишь подобрать продукт по своему вкусу. А здесь, на выставке икра и рыба Камчатская, широкий ассортимент рыбы горячего и холодного копчения, а также слабосоленой. Какие любите свои продукты? Икру, белорайбицу, чавычу. Вы знали, не дожди идите? Да, пришли за этим, потому что это качество, культурное обслуживание, все свежее. Ух, ценовая полиция, цена и качество совпадает. Почему? Я так не первый раз. Ну да, не первый раз. Я сама на севере жила и знаю о рыбе все. Поэтому мне говорить, я могу рассказать все. Чавыча только производит, вылавливается только на Камчатке. Очередь из постоянных покупателей не заканчивается. Ведь попробовав рыбку на выставке продажи икра и рыба Камчатская один раз, ценители, вкусы и качества возвращаются снова и снова. Ловите возможность приобрести лучшие морские деликатесы возле торгового центра «Премьер» до 11 марта включительно. И это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 6 по 10 марта. ТЦ «Премьер». Только 10 марта в клинике «Семейная» ведет прием специалист из Москвы. Дедюрин Андрей Анатольевич. Коррекция плоскостопия, изготовление индивидуальных ортопедических стелек, плазмотерапия, подбор комплексного лечения при заболеваниях суставов и травм опорно-двигательного аппарата. Редактор субтитров А.Семкин